ДИЛЬСУЗИ У меня четверо детей. Два мальчика и две девочки. Трое из них учатся. Готовим младшую тоже в школе. Она такая активная. Прямо рвется в учебу. У нас со старшим была проблема в детстве. А потом они по очередности у друг друга учились. И на русском языке начали разговаривать хорошо. В садик в мои дети вообще никто не ходил. Дома воспитывали сами. Идите сюда. Иди сюда. Как ее зовут? Она молчит. Ты скажи. Фариза. Как ее зовут, сестру твою? Биахрус сейчас в шестом классе учится. Иди сумку принеси свою. И уроки. Давай. И потом будешь играть. Хорошо? Он у меня, как сказать, особенный. Да, вот. Просто так он ничего не будет делать. Вот ему надо что-то пообещать. Тогда он будет делать. Ну и строгость потихоньку включаем по поводу игр. А то если его так поставить играть, он может часами играть. Открывай. По вот этой картинке ты должен сочинение сделать, да? Угу. А как насчет мультфильма? Потом насчет мультфильма. Давай, пиши. Потом позовешь, когда сделаешь, ладно? Ну а так он добрый, активный. Вот сколько вот ни одной жалобы не было, чтобы он в школе с кем-то ругался, побил. Ну, его коллектив сразу принял. Вот это меня поражает, да? Вот он может с любым человеком найти общий язык. Такой он особенный у нас вот в этом плане. Что? Однажды наступило утро. Девочка проснулась. Мой сын был с пороком. И мне нужна была помощь. Еще в 2010 году моему сыну сказали, что будет трехэтапная операция. Первые две операции мне помогли фонды Москвы. Там они прошли в Бакулю. Потом третью уже в Таджикистане помогли. Четвертый этап я уже сделал в Мэнди. Заключительный. Сейчас у него, слава богу, все хорошо. Вот когда твоему ребенку помогаю, да, вот, помогли, да, уже получается. Уже у меня совесть есть, да, вот, внутри. Это внутренний голос говорит, что я должен помогать другим. Сафарбек, он пришел в такой момент, когда у него были сложности, очень серьезные сложности. Вот он своей дочке свою почку отдал. У них была серьезная проблема. Ну, слава богу, все благодаря благотворителям, фондам. У него все сейчас благополучно. У них постоянно есть проблема в приеме лекарств, да, лекарства дорогие. И их там не получится не принимать их. Насколько мне известно, может произойти отторжение. Периодически перезваниваемся, разговариваем. Созванивался с аптеками, которых знаю лично, и доставал им лекарства. Во время пандемии, вот, вот, ощущалась паника. У нас паника была на лекарствах. В аптеках заканчивались лекарства. И, конечно же, какие-то отдельные люди завышали цены. В основном, вот, противовирусные, они, было очень их трудно найти. Я его для многих людей доставал. Даже для своих детей я не мог найти. И даже иногда заменители брали, покупали. Ну, я имею в виду, мы конкретно какое-то лекарство брали, но в связи с тем, что его не было, мы заменяли им другими лекарствами. Санкт-Петербург и остались вверхами, и я дал кое-какиво, и я думаю, что если бы мы не решили, то я не вернулась, я вернулась к Доктор Чам. Вместе с 5,000 семнадцатин 151,000 см, я живу 4 лет назад, был хороший дом, был большой, был большой, в доме я была большая, машина, 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 машина. У меня было всего лишь один номер. Хватит радость. Отдактор начал меня устоять, если я не такой атмосферы, Они в русском доме говорят, что в русском немецкое. Вemos сOS, но для того, чтобы создать мальчиков. Мы с допросов, а в сомнении все же хотели. Я в том, что мы едем, но мы с дэксором едем. Так что, если мы с детьми, то я к DAWС не был желанием, но это что-то, чтобы мы сгруппировали книги. Но мы с детьми, наши с детьми. Мы с детьми, мужем, с детьми, не верим. Немецкий мой в английском языке? В английском языке. Мы с детьми очень великолепно приходят. сми комплекса. В студии придо все это. У них только для трубки. Открытые. Открытые. У меня будут продукты. Они дают нам, которыми я забил их. Это нужно. В транспорт. В патруху, время, время. Когда у нас есть деньги, то есть деньги. Вğimiz вакансии альбома, Мы должны предложить, что мы должны получить 200 рубля в Россию, в России, в России, в России, на 77 долларах. Мы должны получить 100 долларов. Я думаю, что мы должны получить 2 долларов. Это 2 долларов. Это программа. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у них иммунная система нарушается. У нас, понимаете, сами препараты есть, еще делятся так. Основные группы препаратов, которые назначают для хронических заболеваний, они делятся на две категории. Вот это один и тот же препарат, но есть препараты оригиналы, это препараты... И есть дженерики, так называемые аналоговые препараты, которые в терапевтический эффект, их все-таки ниже, чем оригинальные препараты. Оригинальные препараты немножко дороговаты для нашего населения. Наше население в основном пользуется дженериками. Ну, просто, понимаете, астматики, они в этой ситуации, я думаю, все-таки не пострадали. Они пострадали, знаете, в какой мере? В той мере, что эти препараты значительно подорожали. И вот есть группа препаратов, которые действительно, астматики без которых не модует, вот эти препараты, очень значительно поднялась их цена, и вот они действительно, больные с брахиолиастой, стали малодоступны из-за финансов, не из-за того, что отсутствие этих препаратов, за большой дороговизны. Если просто мы назовем простыми словами, вот своими простыми именем, да, это вот человеческая алчность, желание заработать на этой ситуации, да, на чужом горе, нехватка всего этого, вот тех технических средств для защиты, самозащиты, это наблюдалось не только у нас в республике, это во всем мире наблюдалось. У нас немножко иногда бывают перебои с инсулином, да, вот самим инсулином для больных, страдая инсулинозависимых пациентов, у них вот эти перебои бывают периодически. Привет, меня зовут Хаутов Георгий, я являюсь преподавателем юридического факультета Славянского университета, и я страдаю диабетом с 21 года. Примерно уже 6 лет, как я болею этим заболеванием. Я инсулиновозависимый диабетик, я проколю себе инсулин. От пандемии я встретился со многими относительными такими проблемами, в частности, то, что болезнь очень негативно влияет, наверное, на тех людей, которые болеют хроническими заболеваниями. Во время пандемии именно поначалу столкнулся именно с этой паникой людей, которая их и преследовала. В чем это выражалось? Вспомним ту же муку, когда люди начали скупать все подряд. Они не думали о необходимости, нужна ли или нет, они просто покупали. То же самое коснулось отчасти меня, именно в рамках лекарства. Люди на этой панике начали все покупать, и по факту на рынке не осталось либо вообще лекарств, либо не осталось, скажем так, какой-либо альтернативы для меня. И порой цены на лекарства тоже могли отчасти скакать. Но я столкнулся не с ценами по большей части, а с тем, что я не мог найти свои лекарства на рынке. И для меня это было достаточно тяжело. И без этого лекарства, к сожалению, я долго, скорее всего, не протяну. Потому что это вот часть моего теперь нынешнего быта. И еще проблема в том, что мои лекарства встречаются не везде. Не в каждой аптеке продают инсулин. И это достаточно сильно усугубляло. Другой момент – это момент с аналогами, которые у нас есть на рынке. Непосредственно от стороны производства может зависеть и цена. Потому что в каждом государстве, скажем так, свои процедуры, регистрации этого лекарства, естественно, цен, налоги и тому подобное на это облагаются по-разному. И я как раз-таки столкнулся вот и с таким элементом. То, что на рынке тот аналог, который я могу позволить себе на свою зарплату преподавателя, я просто его потерял. И мои затраты на те же лекарства, в общем, увеличились где-то в два раза. Честно говоря, зарплата преподавателей – достаточно серьезный такой вот момент. Достаточно тяжелый. Но вот сейчас вроде бы уже все стабилизировалось. У людей эта паника как бы пропала. Вроде бы и лекарства мои, которые есть, они вроде бы увернулись. Но в тот момент на самом деле было достаточно страшно. И вот с такой ситуацией я вот как раз-таки столкнулся. Продолжение следует...